Армения и Азербайджан вновь противостоят друг другу в худшем за последние годы военном конфликте в Нагорном Карабахе. Международное сообщество призвало к прекращению огня, но в настоящий момент это кажется маловероятным. Стороны обвиняют друг друга в развязывании насилия. Лидеры обеих стран согласились представить свои позиции в эксклюзивном онлайн-интервью нашему телеканалу. Слово президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Прекращение огня не может быть достигнуто в одностороннем порядке. Это должно быть двустороннее решение. Кроме того, оно должно выполняться на местах. Как вы знаете, Армения напала на нас 27 сентября, атаковала наши военные позиции и нанесла ущерб нашей инфраструктуре, напав на мирных жителей. У нас почти 30 мирных жителей погибли в результате нападения армян, в том числе их баллистических ракет и кассетных бомб. Мы были объектом нападений много раз. За последние три месяца было три нападения на Азербайджан. Премьер-министр Армении Никол Пашинян эти утверждения отверг и в свою очередь обвинил Азербайджан в намерении провести этническую чистку в Нагорном Карабахе. Сегодня в международных средствах массовой информации и среди международного сообщества имеется достаточной информации о том, что Армения и Карабах не могли начать эту войну по той простой причине, что у нас не было военных задач, которые нужно было бы здесь решать. Задача, которую мы должны решить, носит политический характер. Наша цель одна – защитить армянский народ от нового геноцида. Это самооборона. Наша позиция была и остается прежней. Проблема Карабаха не может быть решена с помощью насилия. Никакого решения нельзя достичь путем насилия. Насильственное решение карабахской проблемы, подготовка к нему – такую политику проводил Азербайджан. Полные версии обоих интервью вы сможете посмотреть в специальном выпуске на Евроньюз, начиная с четверга.